Ребят, всем привет! Всем привет! Мы вот поехали в Уссуриск и, пользуясь случаем, зашли на авторынок города Уссуриска. Ну и покажем, давно здесь не были, покажем, какие цены, какие автомобили здесь продаются. Ну, сейчас все посмотрим. Посравниваю эти цены и наличие автомобилей во Владивостоке и в Уссуриске. Посмотрите, зашли, зашли, да, машины стояли вот так раньше. То есть здесь, как бы, тоже есть пустые места. Не то, что пустые, они сейчас в ряд выставили. Сейчас пойдем, а, да, 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 вот ряд. Сейчас пойдем дальше, посмотрим. Люди, ну, как бы, как бы, есть. Немного, но есть. Так, ну, как вы знаете из прошлых наших серий, да, здесь проблематично с ценами. Ладно, стоит Toyota Rush, 2008 год, полтора литра. Они идут 4 ВД, написано 4 балла. Ребят, проверяйте всегда аукцион, проверяйте всегда статистику. Стоимость 775 тысяч рублей. Следом стоит Suzuki Jimmy, 2007 год. Вы сейчас офигеете от цены. 1,3, 4 ВД стоит автомобиль 705 тысяч рублей. Следующий стоит Rush, 2008 год. 4 ВД, указано 12 тысяч пробег. Стоимость автомобиля 785 тысяч рублей. Вид стоит свеженький, 15-й год. Объем двигателя 1 литр. Есть 1,3, кстати. Витцы появились, гибриды. Цена здесь не указана. Стоит, что это стоит? Это стоит у нас Spike, Spike, гибрид автомат. Цена тоже не указана. Aqua стоит. Aqua стоит. GS комплектация. GS, GS ее называют. Все называют по-разному. Это очень хорошая, клевая комплектация. Ценника тоже нет. Стоит Nissan, но он 2016 год. 1,3, ну немного врут. 1,2, там 4 ВД с кнопки, там электромотор стоит. Цена тоже на нем не указана. Дальше еще один Spike без ценника. И стоит, что это стоит? Mazda Bong 2012 год. 1,8 мотор, бортовой грузовик, бензин, автомат. Стоимость автомобиля 620 тысяч рублей. Стоит CR-V. У нас в Владивостоке одна есть такая, продавалась. Мы ее смотрели. Ребят, смотрите, CR-V сделали полтора литра. Полтора литра турбо. 2018 год. 190 лошадиных сил. Стоимость автомобиля 1 миллион 950 тысяч рублей. Ну, как бы, более CR-V полторашка. Никто не ожидал, конечно, такого. Что будет полтора литра? Но, как ни крути, 190 лошадиных сил. Honda Fritz 2017 год. 4WD. Новый кузов. 1 миллион 85 тысяч рублей. Фары, линзы, туманки. Родное. Штатное литье. Гибрид. Много сейчас спрашивают про такие автомобили. Вот. Но у нас как-то выбор не особо большой. Во Владивостоке. Стоит Toyota Veed 2017 год. 4WD. Серенький цвет. Комплектация, так понимаю, простая. Без штатного литья. На летней резине. Стоит он 600-600. Сейчас скажу, сколько. 645 тысяч. Daihatsu Mir. Это самый, наверное, бюджетный K-Car. Автомобиль трехдверный. У нас идет суперсалон, механика. 247 тысяч. Представляете? Ну, действительно, это самый бюджетный автомобиль. Японский автомобиль. За 247 тысяч. Mitsubishi Cliffs. Тоже такие штучные, единичные экземпляры. 2018 год. Он 4WD. 1 миллион 450 тысяч. Довольно интересный автомобиль. В плане дизайна, внешнего вида. Рядом стоит Honda N-Box. Комплектация Custom. Тоже такой популярный K-Car. Итак, вон 2013 год. Черный цвет. Как видите, фары линзованные. Туманочки. Штатное литье. Летняя резина. Стоимость автомобиля 435 тысяч. Это K-Car. Но он такой, знаете, прям высокий. Вот, посмотрите. Реально высоко. Сзади метла у нас. Ну, естественно, по бокам идут обвесы. Prius стоит в PHV. Это, который от розетки заряжается. 2012 год. Ярко такой красный цвет. Что там у нас написано? 895 тысяч рублей. Тоже модный с накладочками в этом. В хроме весь. Nissan La Festa тоже такой довольно редкий автомобиль. Не знаю. Ну, не везут их. Не везут и не берут. Почему-то. 2012 год. Мотор 2 литра. Туманки. Фара линза. Штатное литье. Летняя резина. Стоимость 750 тысяч. Highway Star, кстати, комплектация, да. Ну, мы по рынку уже зашли вовнутрь рынка. Все машины развернуты, получается. Все стоят на расстоянии друг друга. То есть машин очень мало. Прямо. Ну, пойдем сейчас подальше. Пройдем. Спасибо. Там такая же история. Вот, друзья, смотрите, следующие уже крайние стоянки. Все то же самое. Здесь, ну, действительно, машина вот так вот стояли все. Продавцы есть. Люди есть. Кстати, я хочу сказать, и на зеленке в последнее время с людей прибавилось. Народу прибавилось. Что у нас стоит? Ноут стоит. Белый цвет. Без литья. Рестайлинг. Цена на автомобиль не указана на автомобиле. Вид стоит 16-й год. Летняя резина. Колпаки. 16-й год. 1 литр. Датчик на сближение. Вы все знаете по-разному называют. Приближение, при столкновении. Камера заднего хода. Аукцион 3,5 балла. Без пробега. Цена тоже не указана. Сузуки Хаттлер в розовом цвете. 16-й год. 450 тысяч он стоит. Такой мини-джипик он называет мини-хаммером. Почему-то нравится он народа. Берут, берут. Ну, 0,7 тоже есть. Турбо, есть не турбо. Деверсио, смотрите, Prius стоит. Была у нас Аква, да, там. О, GS комплектация. Это стоит, это стоит у нас Prius в черном цвете. Цена, нет, цена есть. 1 миллион 120 тысяч автомобиль 2015 года. Везель гибрид 1 миллион 350 тысяч рублей. Вот примерно так должен стоить Везель. Нормальный. Да, нормальный Везель. 1,5 литра, 16-й год. Он, скорее всего, 4-го доедет. Toyota Nov, гибридная версия автомобиля 2017 года. Дверь электродвери. 1 миллион 300 тысяч рублей. Toyota Siento серый цвет, 7 с 1,5 литра. Цена не указана. Марк стоит, а X-овый. 15-й год, больше ничего не указано. Вот здесь, ребята, тоже были автомобили. Тоже пустовато. Фит, фары линзованные. Повторители. L-ка, комплектация. 17-й год, ЖК, третий кузов. Тоже цена на автомобиль не указана. Степ-вагон. Ну, видимо, тоже цены здесь не будет на нем. 17-й год. И все. Toyota BB. Тоже интересный автомобиль. 1,3 мотор, простой автомат, не вариатор указана. Оценка 4 балла. Без цены. Spade. Toyota Spade тоже интересный автомобиль. 4-х дверей. Левая дверка у нас воздвижная. 590 тысяч рублей. Это идет у нас уже давно идет поиск такого автомобиля. Все, вот никак не можем найти уже, ребят. Не знаю, месяца полтора. Уверяю то, что, как бы денег тут, по большему, конечно, стоит. Уверяю, что пробег 50 тысяч. Сейчас посмотрим. Ну, статистику уже открыли, посмотрели. Статистика платная. Сейчас поищем на других ресурсах. Черный, чистенький, аккуратненький. Салончик. Левая дверка, боковая, идет задвижная. Полтора литра, он 4 балла указан. Интересный такой автомобиль, но цена на нем тоже не указана. Знаете, чем-то, я не знаю, на скафандрах похожа. Ватискап. Ватискап, точно. Метло-дворник. Ну, капец, блин. Как вы думаете, сколько он стоит? Напишите в комментариях. Приус Альфа, 16-й год, 940 тысяч рублей. Черный цвет, на литье, но литье идет не штатное. Рядом стоит свежий Приус, уже седан. Такой темно-серый цвет. 2016 год, мотор тоже 1,8, он 4 ВД, 1 миллион 95 тысяч рублей. Вот стоит серенький, 17-й год, 1 миллион 95 тысяч. Вот тоже, смотрите, интересный автомобиль. НВ-350, караван, да, но он похоже, чем-то вот на хайс, морду напоминает. 13-й год, 2,5, 4 ВД, GX, комплектация, 1 миллион 400 тысяч он стоит. Боковые двери сдвижные, здесь есть окошко, резина на нем установленная, летняя. У них салоны такие, конечно, огромные. Ну и сзади тоже, посмотрите, в каком состоянии автомобиль. Не состояние, а вид до автомобиля сзади. Так, ну он вроде открытый, да, у нас. Сзади мягкие сидения. Все по-другому, конечно, все по-другому здесь. Сзади тоже, видите, мягкие сидения. Печка. Дверь, кстати, с подтяжкой. Ну-ка, вот это правая с подтяжкой, нет. Да, с подтяжкой. Ну, клевый автобус, все говорить. Цена тоже 1 миллион 400 тысяч. Напротив стоит Allion, 11-й год, полтора литра, но 18-й, 830 тысяч. Цена, конечно, большая. 4 балла, пробег 17 тысяч, светлый салон, сонар, летняя резина, бесключевой доступ. Что у нас тут еще есть? Ноут стоит рядом. Это свежий уже ноут. 17-й год, контроль полосы, камера сближения, камера заднего вида 4,5 балла, 42 тысячи пробег, стоимость 610 тысяч рублей. Желтая Aqua стоит, 15-й год, аукцион есть, G-комплектация 4,5 балла, пробег 88 тысяч. Ну, конечно, клево смотрится, во-первых, ярко, такой шикарный желтый цвет, литийшко, аукционник лежит, я думаю, настоящий, 88 тысяч пробег по кузову, автомобиль целый, 780 тысяч он стоит. Спару XV, гибрид, штатные диски, белый перламутр. Четыре вода, но не все четыре вода идут, без цены. Рядом стоит VITS, 16-й год, тоже литровый. Новое авто, 535 тысяч. Нашли еще одного спаида, сейчас посмотрим, что с ним. Ну, нашли-то нашли, но автомобиль 2016 года, стоит он аж 680 тысяч. Да, ценник, конечно, взлетел, взлетел на автомобиле. Рядом Маури стоит, Вольф Матик, тоже такие штучные экземпляры, штатное литье. А пробег, что там, четыре тысячи километров, ну, может быть, ладно, цена не указана. Ребят, собственно, как мы оказались в Усуристке, приехали, смотри, вот этот автомобиль. Ну, естественно, сначала заехали на рынок, сняли. Итак, это Вольфлайр, 2,5-й, 17-й год. Комплектация такая простая у него, он немного непростой в плане, скажем так, не аукционный, да? Скинули нам его посмотреть, он был подбитый. Сейчас увидите на экранах картинку, в каком он состоянии был. Ну вот, примерно в таком состоянии, вот. Был поджатый в морду, показываю заднюю часть автомобиля. Вот, ну давайте, немного покажу сейчас капот. Кстати, посмотрели автомобиль, расскажу. Подкапотное пространство, здесь все целое. Болты не сорваны, крылья, планка, лонжероны. Все здесь целенько. Не ржаво. Ну, сейчас закрою. То есть, ну, под заделом нижнюю балочку, планочку совсем чуть-чуть. И все. Ну, естественно, поменяли бампера. Стоит такой автомобиль немного подешевле. Кузов весь целый, в родной краске. Там есть какое-то маленькое подозрение на капот, на уголок капота. Сейчас еще раз проверим. По сканеру тоже проверили, все отлично. Ну, автобус, несмотря на свою простую комплектацию, конечно, шикарный, конечно. Сидушки простые, идут не кожаные, одна электродверь. Но салон мне понравился. Салон чистенький, аккуратненький. Именно вот сиденье. Да, по пластику есть там каких-то пару царапин. 2 миллиона стоит такой автобус. Сзади есть монитор, вторая печка, люк. Все проверили, все включается. Абсолютно все работает. Сонар и камеры заднего вида. Но это уже по стандарту. Третий ряд сидений, подголовники, все есть. Правая дверь идет простая, не электро. Ну и, собственно, само водительское сиденье, водительское место. Мультируль, пробег 33 тысячи. Тоже абсолютно все работает здесь. Итак, это Wallfire 2017 год. 2,5 мотор стоимостью 2 миллиона. В любом случае, ребята, покупка про автомобиля не может обойтись без тест-драйва. От этого никуда не деться. Продолжение следует...